Сегодня я хочу поразмышлять вместе с вами на тему божественного исцеления. Как известно, в христианстве сегодня существует масса мошенников и аферистов в этой сфере, которые провозглашают себя божественными целителями и говорят о том, что у них есть дарование, и что Бог у них исцеляет сотни или даже тысячи людей. И при этом всем, очень многие массы людей попадаются на их неуловку. И эти божественные целители, так называемые, провозглашают именем Иисуса Христа, что Бог вас исцелил. Они выводят людей на сцену, они просто говорят там всевозможные вещи. Вот здесь кто-то больной сейчас, у кого-то болит нога, встаньте. Ну и человек встает и говорит, все, вы исцелен, так говорит Господь, иди, веруй в свое исцеление, ты исцелен, аминь. Ну и человек пошел. А через некоторое время, и вроде бы да, этот человек как-то морально, психологически, внутренне почувствовал себя действительно исцеленным. Выходит даже на сцену и говорит, братья и сестры, я почувствовал, как у меня что-то произошло, я чувствую, я исцелен, аллилуйя. Ну и все, и как бы уходит со служения, через 2-3 дня у него опять то же самое, у него возвращается, так сказать, возвращается эта болезнь. То есть все симптомы на 2-3 дня заглушились, через несколько дней или может быть даже через месяц, ну а обычно это быстрее, через 2-3 дня после, так сказать, конференции божественного исцеления, все становится на круги свои, и человек опять пошел хромой. Тогда эти люди обращаются к этим проповедникам и к пастылям и говорят, брат, я же почувствовал, как на служении что-то произошло, мне стало легче, я перестал чувствовать боль, я же вышел и засвидетельствовал во славу Божью, и проповедник же сказал, что Христос меня исцелил, что я абсолютно здоровый человек, и я принял это, и я даже почувствовал тогда, чтобы не быть разоблаченными в своих, так сказать, исцелениях псевдо, на мой взгляд, проповедники выдумали такую теорию. И обратите внимание, что эта теория кочует сегодня по множеству церквям, по большому количеству собраний. Так вот, они говорят, что да, Христос вас исцелил, Он вам дал исцеление, вы исцелились и так далее, но они говорят, но через пару дней вы перестали верить в свое исцеление, и ваше неверие вернуло вам болезнь обратно. То есть проповедник-то все нормально, со стороны проповедника ничего, проповедник все хорошо, он истинный целитель, и вас Бог якобы действительно исцелил, но это ваше неверие вернуло к вам ее. Но обратите внимание, давайте мы посмотрим на Евангелие. Были ли такие случаи в служении Иисуса? Было ли хоть раз, чтобы Иисус сказал хромому, встань и ходи, а чтоб через три дня этот хромой снова упал и перестал ходить? Были ли случаи, чтобы Иисус исцелил глухого, а через два или три дня этот глухой опять перестал слышать? Были ли такие случаи? Не было. Так вот, что же происходит, на мой взгляд? Знаете, мы люди так устроены, что иногда наш мозг, наше физическое естество, оно может выдавать ложные чувства. Ну, приведу пример. Люди взрослого поколения, все вы знаете, что когда вы были маленькие, да и даже когда я был маленьким, было очень распространено такое заболевание среди детей, как педикулез, ну то есть вши в голове. И раньше не было таких медикаментов, не знали, чем их вытравливать, ну там, кроме керосина, уксуса, голову мазали. Так вот, к чему я говорю. Если кто-то у вас в школе или в садике заболел в шаме, то у большинства людей, у здоровых людей, обратите внимание, тут же возникают чувства, такие ощущения, что у тебя вши по голове табунами бегают. И у тебя реально начинает чесаться голова, ты даже чувствуешь, вот как будто бы она бегают они туда-сюда по голове. И все, и ты кажется, все, у меня вши, все, конец. Налоса побреют, керосином замажут, уксусом голову зальют и так далее. Но когда родители начинают голову проверять, ни одной вши нету. Ты оказываешься абсолютно здоровым. Но ложные ощущения, ложные симптомы заболевания тут же начинают проявляться. Тут же. То есть, видимо, человек настолько восприимчивый к определенным внешним проявлениям, что он тут же может на себе их испытывать и проверять. Так вот, на мой взгляд, что шарлатаны в божественном исцелении практически используют тот же самый принцип. Когда человек легко восприимчивый к тому или иному действию, то он начинает ложно ощущать себя исцеленным. А этому человеку провозглашают, что тебя Христос исцелил, это так говорит Господь и так далее. И получается, что человек, который провозглашает, так говорит Господь, Христос тебя исцелил, получается, что этот человек на самом деле выдает ложное пророчество. А когда это ложное пророчество не исполняется, и человек через пару дней симптомы опять наблюдает, и они даже ухудшаются, то, на мой взгляд, вот эти вот лжецелители изобрели такое учение, говоря, да, тебя Христос исцелил, ты верой исцелился, но твое неверие, говорят, оно вернуло болезнь. Так вот, может ли это быть? Если человек в действительности исцелился, если Христос его реально исцелил, и человек даже имеет медицинское заключение своего исцеления, то как эта болезнь может вернуться? Да никак не может. Там о неверии и речи быть не может. Если ты сохраняешь себя во Христе, и ты явно свидетель чудотворения, исцеления от Бога, то ты не можешь. Если Иисус сделал так, что ты реально перестал хромать, если у тебя реально, так сказать, или у тебя одна нога была короче другой, но она реально от чудотворения выросла, то, извини, через два дня она у тебя назад короткой не станет. Понимаешь? Ты даже не... Тут о неверии вообще и речи быть не может. Если Христос что-то делает, Он это реально делает. И люди живут в исцелении годами, до самой смерти живут, и болезни у них не проявляются. Сегодня я хочу, чтобы вы научились отличать вот это чувство ложных симптомов относительно болезни, как чувство ложного симптома, что ты, к примеру, больной в ШАМе, допустим. Или как один человек, один верующий, он там мне как-то говорил, стал посещать какую-то медицинскую клинику, так сказать, они там якобы чистят людей от паразитов. Ну, значит, он пришел к этому врачу, и этот врач как наговорил ему про этих паразитов, что они там кругом, и в мозгу, и в глазах, и в сердце, и в венах, короче, везде. Так этот брат звонит, говорит, Женя, нам всем надо лечиться. Обратите внимание на восприимчивость человека. Он мне говорит, звонит, Женя, нам всем надо лечиться. У нас столько внутри, говорит, паразитов, глистов. Он говорит, Женя, я даже чувствую, как они внутри меня, говорит, эти паразиты, зашевелились. То есть, обратите внимание, это говорит мне мужчина, которому уже под 50 лет. То есть, это зрелый, взрослый человек. Но после посещения такого врача, который напугал его этими глистами, он реально начинает после этого ощущать, как они у него внутри чуть ли не шевелятся. И что это производит в человеке? Конечно же, он желает бежать к этому врачу сразу, платить ему деньги, чтобы врач вывел из него всех глистов. А это же надо не только врачу платить, это же надо медикаменты получать, лечение, все это делать. Хотя на самом деле там никаких глистов у него нет. Для этого нужно просто пойти провериться и все, и медицина покажет, есть или нет. Так вот, это чувство ложных симптомов. То же самое шарлатаны и играют на чувстве ложных, так сказать, исцелений. А потом же, чтобы не раскрывать себя в плане так называемых, да, там, чтобы не раскрывать себя как лжецов и обманщиков, которые просто используют психологические трюки, чтобы людей возбудить только лишь у них эмоции. И так надавить, так сказать, на чувства их восприятия. Они начинают обвинять людей, говоря, «Это вы из-за своего собственного неверия к вам эта болезнь подступила». Друзья, если Христос исцелил, еще раз подумайте, Он исцелил, реально исцелил. И эта болезнь к тебе никогда не вернется. И неверия у тебя никогда не будет, потому что факт твоего божественного исцеления налицо. Некоторые из вас, конечно, говорят, «Вот Иисус сказал грешнице, когда ей была угроза смерти, Иисус отпустил ее со словами, «Иди впредь и не греши, чтобы с тобой не случилось еще чего хуже». Но обратите внимание, там не было касательно исцеления. Там жизнь женщины была на волоске, то есть ее должны были убить за ее грех. Но Он сказал, «Иди не греши, чтобы не было хуже». Что могло быть хуже в ее случае? Только лишь смерть, и все. В следующий раз Иисус говорит другими словами, «Если ты будешь блудить, и тебя впоймают, то, другими словами, Иисуса могло бы рядом не оказаться, тебя просто убьют камнями, и все, лучше иди и не греши». Конечно же, я могу допустить как мысль, что если человек был исцелен от женской болезни или какой-то мужской болезни, и если он реально после этого пойдет блудить налево и направо, то, возможно, я еще могу это допустить, что у него болезнь вернется к нему. Но это уже болезнь вернется, мне кажется, в качестве наказания человеку. То есть, вот это еще можно допустить. Но если тебя исцелил Христос, брат, и ты реально свидетель славы Божьей, твоя болезнь никогда к тебе не вернется. Продолжай держаться в вере, и пусть Бог благословит тебя во Христе Иисусе. Аминь.